Всем привет от канала ИП. Ждем первый евразийский. Канал ИП и первый канал Евразия. С гордостью представляет. Праздник продолжается. Надеемся на интересную информацию. Бумажный банк-плотер это не только платежное средство, но еще и имидж страны. А потому немало сил и времени казахстанские специалисты потратили на то, чтобы отечественные деньги стали национальным брендом. Так же как герб или гимн. 15 ноября 1993 года. Это день для казахстанцев был запоминающимся. Миллионы рублей обменивали по курсу 1 в 500. Ваш покорный слуга. О, Стас. Красавчик. Игорь Сталиманюк. Уже тогда, в 1993 году, он занимался коллекционированием. И дальновидно предположил, что вложить миллионы рублей, например, в редкие почтовые марки, будет куда выгоднее, чем поменять на тенье. И оказался прав. Следующий репортаж готовим, наверное, со Стасом, коллекционер города Караганды. Вот они первые казахстанские деньги. Теперь увидеть их можно, разве что, в музейных выставках или в частных коллекциях. 200 тенге, которые сейчас в обороте, стоят столько же, сколько их номиналов. А вот первые 200 тенге с изображением альфа-рабеев оцениваются теперь значительно больше. Стоимость любой банкноты возрастает в разы, как черный... Это, конечно, не первые купюры. Видно сразу, когда репортаж не в теме. Вот мы показывали, депортажа, первые деньги. 200 тенге тогда вообще не было. Да. Это эти инки. Вот, показывает. Это уже все было позже. Это позже. В начале были именно вот эти деньги. Вот первые эти инки. Симпатичный молодой человек. Сложности построения независимого государства, различные мировые перипетии не могли... Да, именно. Стоимостью национальной валюты Казахстана. Увы, не в лучшую сторону. Будущее будет. Стас тоже, кстати, карагандинец. Записываем на память. Ждем репортаж с председателем Клуба коллекционеров Караганды Ильи Половником. Смотрим до конца. Не каждый засветится на Первом Канале Евразии. Потом откатился по памяти на 150. Для справки. Кстати, репортер ошибся. Я и говорил, что в марки вкладывалось. Она даже не по делам, она подсказала, что в почтовые марки, я имею в виду, дойч марки. Видите, как извиняю, конечно, репортер немножко подкачал салон и презин. Вот они. Сейчас я вам покажу самые дорогие купюры, которые есть в Казахстане. Это, пожалуй, вот эти две банкновки пятитысячные, которые выходили в 98-м и в 2001-м годах. У коллекционеров эти купюры стоят каждого 500-600 долларов. Стабильная продолжает общаться выше своего номинала в семье в стеберной валюте, в драгоценных металлах. Коллекционный ряд отечественных дубляров и стрит разнообразие. Собственный монетный двор в Казахстане запустили в 1998 году в Урск-Каменогорске. Его еще называли ЦЭМ. В первую очередь здесь отчеканили металлические теины, на замену бумажным. Также на поток поставлен выпуск коллекционных и инвестиционных монет. Раз есть спрос, надо расширять предложения. Партия особенных денег чеканет ограниченным тиражом, и они очень быстро расходятся по коллекционерам всего мира. А стоимость вам исчисляется в трудними тысяч долларов. Очень технология шагну вперед. Если вы обратили внимание, много монет сейчас изготавливается в качестве подарка. Это и цветная печать, и тампографическая печать. Ну, серьезная, конечно, работа. Опять же, жалко, что корреспондент перепутал. Такой монет и стала панталовая черепаха. Именно она неоднократно побеждала на международных выставках и конкурсах. Впрочем, Национальный банк регулярно удивляет мировое сообщество своими уникальными разработками. В 2018 году наиболее популярной и обсуждаемой стала юбилейная монета, выпущенная к 25-летию национальной продажской войне. Ну, покажут наш килограмм вживую. Номинал 5000 тенге. При этом ее вес 1 килограмм. Диалетром 10 сантиметров. Опять же, даже тут ошиблась. Сказали, что 1,85 кг. Вес больше этой монеты. Изделка по музеям и частным коллекторам. Помимо таких блестящих фактов, есть в биографии тенге истории, которые прославили национальную валюту Казахстана не с лучшей стороны. Например, больше 10 лет назад в Абарок запустили деньги с орфографическими ошибками. Вот эти вот 2000-е купюры отличаются только одной маленькой деталью. Ошибка в слове банк на казахском языке. Они были выпущены и только после того, как уже вышли в оборот, наш банк заметил эту ошибку. Этот тираж был настолько большим, что уже не стали его изымать из оборота. Объявили об этом, что эта ошибка есть и она постепенно будет выводиться из оборота. Это был Илья Половников, председатель клуба коллекционеров города Каратанды. Материал, конечно, большой. Очень избрали. Не думали, что так много будет информации. Молодцы. Надо отдать должное. Поработали. Но, тем не менее, профессионалы сразу заметили чуть-чуть мелкие неточности. Но пойдет. Хотя в каждом деле именно. Казахстанский гражданин от претензии отказался. При этом у казахстанцев появились и другие неприятные вопросы. На современной семье, в отличие от первых образцов, не изображены исторические личности. Им на смену пришли символичные архитектурные сооружения. Звери и птицы, которые ассоциируются с Казахстаном. Так вот, на ту же самую купюру 500 семье непонятно, на какие заслуги перед страной утвердили и нанесли совершенно обычное частное строение. Изображение бизнес-центра Москва на банкноте номиналом 500 деньги не несет никакого благого значения для страны. Читая правильное изображение на национальной валюте, стратегия Руханижан-Харок. Первые купюры самые, наверное, были достойные по содержанию. Махатбек Смагул, депутат Мажориса парламента Республики Казахстан. Стоит любитное и внимательное отношение казахстанцев к своей валюте не только как платежной бумажки, а как части национальной культуры. Должно мотивировать специалистов национального банка в будущем тщательнее подходить к дизайну банк-плот и монет. Причем на сегодняшний день тенге считается одной из самых красивых валют планеты. И это подтверждает победу на многочисленных международных конкурсах. Сейчас мы рисуем номинал в самой тенге. Я изучила каждую детальку этой монетки, каждую черточку, буковку. Здесь есть и орнамент. С обратной стороны метки располагаются герб. Елена Горбонёвов выполняет необычный заказ. Избирные пряники в виде стой тенговой монеты. Мастер не скрывает, работа сложная. Необходимо максимально точно изобразить герб страны и элементы национальных орнаментов. Валюты Казахстана нередко встречаются в субъединенной продукции. Конфеты, брюки, магниты, пылье прожил четверть века, стал брендом страны. И сегодня это достаточно узнаваемая валюта в мире. В очередной день рождения казахстанцы желают своей валюте не только красоты, но и стабильного, твердого вкуса. Юлия Евревова, Бульден Байзакова, Юлия Волкова, Рахим Костешев, программа Аналитика.